Дагестан в лидерах по числу штрафов за нарушение режима самоизоляции. Общая сумма назначенных штрафов по карантинным статьям почти 1 млрд рублей. Дагестан оказался на третьем месте по количеству протоколов, а это более 20 тысяч, уступив только Татарстану и Краснодарскому краю. В общей сложности в суды страны поступило более 400 тысяч административных и уголовных дел, связанных с нарушением режима самоизоляции. Пандемия больно ударила по доходам людей и экономике в целом. В связи с этим были внесены некоторые изменения в закон о мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения COVID-19. Также изменения коснулись федерального закона об исполнительном производстве. Теперь оно может быть полностью или частично приостановлено в случае распространения на должника моратория на возбуждение дела о банкротстве, сообщает Федеральная служба судебных приставов России. Помимо этого пополнился перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание. В частности, защищенной оказалась единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, установленная недавним указом президента страны. Около 100 жителей Дагестана прошли курс лечения в полевых госпиталях Минобороны России, развернутых в Ботлихе и Буйнакске. В настоящее время еще 60 пациентов находятся на стационарном лечении. Я очень благодарен всем врачам, особенно начальнику госпиталя Рамазану. Я чувствую здесь, что это не полевой лагерь, это райский уголок. Иногда я чувствую, что я нахожусь на Луне. И меня окружают ангелы. Это врачи-ангелы. Таких людей я не встречал. Отметим, что всего вооруженными силами России к выполнению задач в республике привлечено свыше 200 военнослужащих. В их числе 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов, а также свыше 70 единиц специальной военной техники. Накануне группа врачей, прибывшая из Москвы во главе с главврачом больницы в Коммунарке, Денисом Проценко побывала в центральной городской больнице Хасавюрта. Врачи побывали в красной зоне, где лечатся больные коронавирусной инфекцией. Проценко отметил профессионализм местных врачей и подчеркнул, что работа в медучреждении выстроена правильно. Уже после обхода, вместе с главой города и руководством больницы, он обсудил тактику лечения тяжелобольных пациентов. Две больницы, которые с нашей точки зрения на самом высоком уровне, это больница здесь и первая городская больница в Махачкале. Да, с позиции организации, с позиции команды, с позиции, насколько ребята начитаны, знают российские международные протоколы. Если реанимация еще поможет и мониторами прикроватными, я об этом тоже буду разговаривать с министром здравоохранения, то отремонтирована реанимация, обученный медицинский персонал, с которым, правда, говоришь на одном языке. Россия нам оплатит 90% расходов при переводе машин с бензина на газ. С таким предложением выступил министр энергетики России Александр Новак. Идея заключается в увеличении субсидий с 30 до 60% за переоборудование. Кроме того, еще 30% выделит Газпром. Таким образом, владельцам автомобилей останется платить только 10% стоимости перевода своего транспортного средства на газ. Это позволит россиянам не только окупить оборудование гораздо дешевле, но и значительно сэкономить на топливе. Большегрузы не смогут передвигаться в Дагестане при температуре выше 32 градусов. Ограничение на движение в период с 15 июня до 31 августа вводит Минтрансреспублики. Так, большегрузный транспорт может передвигаться по автодорогам исключительно с 22.00 до 10 часов утра. Такие меры необходимы в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, когда снижаются несущие способности дорожных одежд, пояснили в ведомстве. Отметим, что ограничения не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или других чрезвычайных происшествий. Перечень дорог с данным ограничением опубликован на сайте Минтранса Дагестана. Министр сельского хозяйства республики ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по мелиорации сельхозземель. Кроме того, Абзагир Гусейнов накануне посетил Бабайортовский район. Там проводятся испытания техники, произведенные промышленными предприятиями Дагестана. Подробности у Патимат Ханаповой. Общая стоимость инвестпроекта по мелиорации этих земель более 44 миллионов рублей. Реализует его фермерское хозяйство «Ихсан». Проект предусматривает строительство оросительной системы с применением современных дождевальных машин. Площадь пахотных земель более 200 гектаров. Завершить работу планируют в этом году. Сейчас в хозяйстве уже построено водохранилище, а также закуплены дождевальные машины. А в Бабайортовском районе тем временем проходят испытания сельхозтехники дагестанского производства. Их закончат в течение месяца. И по итогам будут составлены рекомендации по улучшению и совершенствованию. Разработка очень интересная, очень нужная, очень полезная. Сегодня идет процесс отладки механизма, когда мы хотя бы, ну, наверное, через месяца 2-3 к осени получим готовый, скажем так, агрегат, паспортизированный, который мы могли бы реально продавать на дагестанском рынке. Ну и, конечно, впоследствии выходить на рынки Ставропольского края, ЮФО, СКФО. Все недоработки будут обсуждаться в ближайшее время властями республики. Затем доработанные образцы должны быть представлены производителями не позднее второй половины июля. В течение месяца мы испытывали продукцию дагдизеля и буйнакского агрегатного завода. Вот на сегодняшний день мы готовим рекомендации свои с участием науки, с участием практиков и совместно с Минселхозом мы готовим рекомендации, наши замечания, наши предложения нашим производителям. Отметим, что в республиканском бюджете заложено 100 миллионов рублей на субсидирование закупок техники и агрегатов на уровне до 50%. Ватимат Ханапова, Мурат Бикбарсов, Новости ННТ, Левашинский и Бабаюртовские районы. 14 дворовых и три общественные территории благоустроят в этом году в Дербенте. Так реализуется приоритетный проект «Мой Дагестан. Комфортная городская среда». По каждому объекту уже разработаны и утверждены дизайн проекта, а рабочие готовы приступить к делу. В рамках благоустройства предусмотрено выполнение работ по асфальтированию, установке скамеек, мусорных урн и спортивных площадок. На эти цели выделено более 87 миллионов рублей. Все работы планируется завершить до 1 октября. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин